Нет, наверное, ни одного человека, которому не знакома тема Великой Отечественной войны. Дата 22 июня 1941 года останется в памяти многих поколений, как самый тяжелый период в жизни для тех, кто невольно стали свидетелями страшной войны. В гимназии номер 3 в старших классах прошел открытый урок, посвященный этому событию, где основной целью служит патриотическое воспитание подрастающего поколения. Защита родной земли – это долг тех, кто ест хлеб, кто пьет ее воду и кто любуется ее. Как известно из книг, в период Великой Отечественной войны были самые тяжелые переломные бои, изменившие ход истории. Битва под Москвой, Сталинградская битва и, конечно же, блокада Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска, владели Шлисенбургом, отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900-дневная блокада города. После поражения Советской России нет никакой надобности для дальнейшего существования этого большого населенного фрукта. Нужно блокировать город путем обстрела и артиллерии всех калибров. Беспрерывные бомбежки с воздухом сравняют город с землей. С нашей стороны нет никакой заинтересованности сохранить хотя бы часть населения этого большого фрукта. Но на помощь нашим воинам пришло народное ополчение. Вместе со взрослыми сражались и с врагом и ленинградские мальчишки, сыновья полков. На защиту родного города поднялись все жители без исключения. По всем расчетам германского командования, ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население города умереть от холода и голода. Стремясь осуществить этот план, противник ввел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы. На протяжении мероприятия дети были вовлечены в ознакомление того события. Под гром батареи устранены на берегу. Со взрослыми стояли рядом. Мальчишки устили ленинграда. На парте осталась открыта тетрадь. Не выбрала им дочитать, дописать, Когда нам валились на город фугасные бомбы и голодь. И мы никогда не забудем с тобой, Как наши ровесники приняли бой. Это все ничего, только руки не меет, Только ноги становятся вдруг не твои. Только сердце внезапно сожмется, как ежик, И глухие удары пойдут не в попад. Сердце, надо стучать, если даже не можешь. Не смолкай, ведь на наших сердцах Ленинград. Бейся, сердце, стучи, несмотря на усталость. Слышишь, город клянется, что враг не пройдет. Сотый день догорал, как потом оказалось, Впереди оставалось еще восемь сот. В образовательных учреждениях повышенное внимание Уделяется патриотическому воспитанию молодежи, А тема Великой Отечественной войны занимает особое место В плане привития морально-нравственных качеств Среди возрастающего поколения. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, Информационная программа «Пульс».